Сегодня мы с вами на Акафисте читали несколько отрывков из Евангелия от Матфея и из Нагорной проповеди. И там читали мы о том, что просите и дастся вам, стучите, откроют вам и ищите, и найдете, обрящите. Потом читали о том, не судите, чтобы не быть судимыми, что ты видишь сучок в глазах брата твоего, и бревна в своем глазу не чувствуешь. Лицемер изми сначала бревно из твоего глаза, потом увидишь, как изъять сучец из очися брата твоего. Слышали о том, что не всякий, говорящий Богу Господи, Господи, и Иисусу Христу Господи, Господи, говорящий, не всякий войдет в Царство Божие, но исполняющий волю Божию. И даже если человек совершает нечто удивительное и выходящее из ряда вон, такое, как исцеление, изгнание бесов и знамени, то это человеку все равно будет сказано, отойдите от меня, не знаю вас, если это люди являются сознательными и упертыми беззаконниками. В общем, мы прочитали то, что вы уже знаете, но Евангелие таково, что его нужно обновлять в памяти постоянно. Эти, казалось бы, простейшие вещи нужно постоянно припоминать, для того, чтобы Евангелие было из прочитанной книги руководством к действию. Заповеди не исполняются подавляющим большинством людей, даже и верующих, потому что заповеди не пропитывают сознание человеческое и плавают, так сказать, на поверхности сознания, но не проходят глубоко. Поэтому человек руководствуется, человек в своей жизни, глубочайшими убеждениями, теми убеждениями, которые живут в нем и которыми он живет. И таким убеждением должны быть Божьи слова. И для этого, собственно, и нужно поучаться в законе Господнем день и ночь, как говорит первый псалом. Для этого нужно изучать Слово Божие и просить у Бога премудрости и разума, чтобы впитать его в себя, жить им. И вот мы сегодня в очередной раз напоминали себе сами простейшие вещи, от которых зависит наша вечная участь. Судишь или не судишь, это не вопрос твоей этики мирской, это не вопрос того, хороший ты человек или плохой. Это вопрос, где ты будешь во веки веков после страшного суда, в аду или в раю. Вопрос, судишь ты людей или не судишь, это вопрос, который решит твою вечность. Или ты будешь в печальном месте, где будет скрежет зубов, плач и неутешное рыдание. Или ты будешь в светлом месте, откуда отбежит всякая болезнь, печаль и воздыхание. Поскольку человек одержимый разными нуждами и слабостями, то он должен просить, искать и стучать. Опять напоминается ему, что надо просите, стучите, ищите. И стучащему отворят, ищущий найдет, а просящий получит. В общем, все это очень просто. Евангелие, оно тем и отличается. Так, вода Байкала, она прозрачная так, что видно на 40 метров вниз. То есть вроде ее много, а она такая, как будто вот здесь вот она перед тобой. То есть эта прозрачность, которая уходит в вечность, Евангелие, оно простое, и оно же и бездонное. Оно легкое для понятия, например, человеку мало-мало вошедшему в смысл жизненный, там, отропу какому-нибудь пытливому. И оно же является предметом глубоких рассуждений для людей, которые могут быть там академиками разных наук, там, и могут вообще все умы поесть, так сказать, напитаться всякой книжной мудростью, и они замирают в оторопе над этим простым Божиим Словом. В общем, друзья мои, читайте Евангелие, пожалуйста, «Поучайтесь в законе Господнем день и ночь», и на вас исполнится то, что говорится в Псалме первом, что человек, поучающийся в законе Господнем день и ночь, то есть настырно пытающийся помнить Господа и поучаться в словах Его, такой человек будет похож на дерево, посаженное при потоках воды, то есть в неком таком влажном, хорошем месте, когда корни чуют источники водные, такое дерево принесет свои листья, выпустит вовремя и плод принесет, и все, что будет творить такой человек, он успеет. Спешка, суетность и та беда, что человек ничего не успевает, это как раз такая беда, которая должна быть понятна вот нам, живущим в городах, в особенности больших городах, миллионникам. Бегаешь с утра до вечера и ничего не успеваешь. С утра 25 дел в голове, к вечеру понимаешь, что ничего не успел. Так будет и дальше, дальше будет только хуже, к сожалению. Но Псалом первый говорит нам, что если человек получается в законе Господнем день и ночь, то есть он упражняется в памяти о Господе, о Его словах, то он вся, велика, аще творит, успеет. То есть все задуманное исполнится у него, все мероприятия ему нужные или от него требуемые состоятся. То есть все успеет, ты только помни Господа. То есть ищи главное, второстепенное приложится. Такое радостное обетование дает нам книга Псалмов, самой первой страницы, поэтому и мы сегодня с вами читали Евангелие. Нету службы без Евангелия. Нет такой службы, чтобы не читалось Евангелие. Вот надо, вообще Слово Божие постоянно звучит, и нужно открывать ухо свое к слышанию этих слов, что они живые. Это живые слова от живого Бога. И можно, так сказать, смело закончить призывом к тому, чтобы мы получались, получались, получались в законе о Господине ночь. Не для того, чтобы спорить друг с другом, не для того, чтобы показать себя знающим перед кем-то, не для того, чтобы осуждать кого-то за незнание, а только для того, чтобы жить и жить вечно. Жизнь принес Христос в мир, чтобы люди жили и жили с избытком. Ну и, пожалуй, последнее. Сегодня совершается память очень великого одного из монахов, родоначальника монашеской жизни на Руси, преподобного Исаакия Печерского, он был родом с Черниговщины, пришел в Печерский монастырь в конце 11 века, в 1090 году примерно он покорился. Там были подвижники, в это время затворники. Если вы бывали в различных монастырях, в которых сохранились кельи затворников, то вы себе можете составить представление, что такие каменные мешки, в которые люди залазили, часто их там замуровывали, оставляя маленькое окошко для воздуха, и чтобы подавать ему там пищу. Там не было ничего, чтобы служила гигиене человеческой. Туристы, приходящие туда, особенно иностранцы, спрашивают, а где здесь душ был, где здесь уборная была. Там не было уборной, и душа не было. Они там жили по 20-30 лет, как замурованные заживо. А как же, они же что-то ели, что-то пили, пусть мало, но что-то, да, и какие-то, значит, эти все неудобства были, как бы, значит, неизбежны, да, а как же? А вот не знаю. Вот так же. Вот любую, например, любой, я уже много раз об этом, в любой беседе, когда мы говорим про этих затворников, то у меня всегда говорят о том, что, вот возьмите, например, зайдите в любой вагончик, где строители живут. Вот эти вот, эти вонючие вот эти вот вагончики, где бедные строители поприезжали с разных мест и зарабатывают эту тощую копейку, чтобы там кормить свои семьи, оставшись непонятно где. Вот, там эти бедные узбеки, бедные эти киргизы, таджики там и так далее, и так далее, которых вообще не стоит ругаться, что они поприезжали сюда, потому что никто из них от хорошей жизни сюда не приехал. Они приехали, оставили свои семьи, потому что им нечем их кормить. И в свинских условиях, в холоде, в грязи, значит, вот с этим дошираком, без горячей пищи нормальной, без любимых и знакомых лиц, родных, они вот в этих клоповниках сбитые ночуют там. Так вот, эти вагончики даже, для этих строителей, для гастарбайтеров, или остарбайтеров, неважно кого, значит, они по сравнению с этими кельями затворников, это Хилтон Пятизвезд. Что там есть электрическая плитка, там есть топчан, на котором можно ноги вытянуть и лечь во весь рост, распрямиться после рабочего дня. А в этих затворных кельях, там они сидели скрюченные, и нельзя было ни выпрямиться в полный рост, ни лечь, так, чтобы ноги вытянуть. Как они там жили, по 15 лет, по 20 лет, о чем они там думали, и как они молились, это вообще совершенно непостижимо уму. То есть в этих людях был такой превосходный дух, то есть такой огонь у них горел, что они были способны на жизнь уже совсем нечеловеческую. Потому что это нечеловеческая жизнь. Мученики, в каком-то смысле даже, может быть, некоторые меньше страдали, чем эти добровольные затворники. Они были заживо погребенные мертвецы. В тропаре печерским подвижникам, когда вы сошли во гробы, и когда с недости во гробы, и самих себе погребосьте, значит, когда вы сошли во гробы, и самих себя похоронили, тогда Христос туда во гробы пришел и воскресил вас с собой. И ангелы с небес венцы вам подают. То есть они там пошли и умерли. В Византии была такая казнь, замуровывать в стену человека. Они себя замуровывали не потому, что они себя казнили, а потому, что они хотели ни с кем больше не разговаривать, кроме Бога. Этот чрезвычайный вид подвижничества в Киево-Печерской лавре был примерно лет сто, даже меньше, меньше, чем сто. Поскольку он требует от людей чрезвычайного подвига, он очень скоро исчез. То есть кельи эти остались на память, чтобы посмотреть, где это было, а самих таких уже затворников нет. Потом это затворничество возродилось, и странно, возродилось довольно поздно, в XIX веке. Последний затворник в Киево-Печерской лавре, если не изменить память, был это в веке XVI. Иродиакон, который кодил на Пасху пещеры, святые гробы кодил эти, и сказал преподобным этим лежащим в пещерах, братья, Христос в воскресе, и эти мертвые, лежащие там в пещерах, мы воистину в воскресе сказали ему, и он ушел в затвор. Это был последний затворник древности, а уже в близкое к нам время затворники появились в XIX веке, там был такой Парфений затворник киевский, был настоящий затворник. Вот, так я к чему? Так, сегодня совершается память Исаакия затворника. На Афоне сейчас тоже есть затворники, в каких-то монастырях континентальных есть затворники, но это все чрезвычайно мало их, и наверняка есть таких, про которых мы не знаем. Ну, в общем, есть такой, ведь есть великие люди, в общем-то, есть великие люди, настоящие великие люди есть, хоть их и мало. Исаакий находился в затворе долгое время, и там подвергся обману Бесовскому. Ему явилось в этом тесном пещерном заточении множество светлых каких-то существ, которые стали его хвалить и говорить, что он преуспел, что он вообще великий. И говорят ему, сейчас к тебе придет самый главный, наш князь, ну, как бы Христос, они как ангелами представились, и вот поклонись ему. И вот в этой пещерной келье разыгралась трагедия. Пришел какой-то светлый, и Исаакий поклонился ему, забыв перекреститься даже. А такие вещи бывают с великими людьми, допустим, Симеон Столпник, тоже непонятный подвиг для человека современного. Человек поставил себе столб, залез на него и больше с него не слазит. А чтобы еще выше, выше, выше забраться от людей, он его увеличивал. Ему приносили кирпичи и камни, он его достраивал. И этот столб рос со временем, там, до 5-7-10 метров. И там ему давали какую-то пищу, например, на веревке поднимали раз в неделю. И он там стоял под дождем, под солнцем. По 30-40 лет они там стояли. Как они там жили, совершенно непонятно. Как птицы. И там молились Богу, значит, такое. Вот возле этого столпа, вечно кишмя-кишели, всякие больные, горбатые, слепые, бесноватые. Приходили за молитвами, за исцелением, и они их благословляли, они исцелялись. Туда на столб, к нему, к Симеону, приходил патриарх антиохийский. Приехал, залез на предможное, я с тобой помолюсь. Можно, его туда на лестницу подставили, он туда залез, отслужил ему литургию, этому Симеону, причастил его, и радостный слез, что его отпустили на столб к святому человеку. Какие люди были? Как пишется там в стихах, там, могучее, лихое племя, там, богатыри, не вы. То есть, в духовном смысле то же самое, такие, могучие люди были, духовные, сильные, богатыри настоящие, такие, не такие, какие-то такие, что думают только за карман, да за свою выгоду, значит, да что-нибудь себе урвать, там, вот, и лечь на диван. Вот такие люди, как королы летали, как королы. Так вот, этот Симеон тоже был так искушен, к нему колесница прилетела такая, огненная, как к Илье, говорит, заходи, все, все, ты домолился, уже все, пора уже тебе, значит, уже таких, как ты, нету на земле, Господь тебя ждет. И он занес ногу туда, чтобы уже на колесницу встать, а потом перекрестил эту колесницу, она в дым рассеялась. Он понял, что было бесовское искушение, в него потащили бы его и бросили бы его с высоты, убили бы его, если бы он поверил в то, что его ангелы заберут. Что самое последнее искушение, это же гордость. Гордость всему голова и гордость всему конец. Это и голова, и хвост дракона. У него и голова, гордость, и хвост гордость. А все остальное, это уже остальное. Так вот Симеон встал, говорит, ах ты нога, он ногу свою наказал, из-за того, что она потянулась в эту колесницу. Он встал на эту ногу, вторую приподнял, и на этой одной ноге стоял до тех пор, пока она у нее не загнорилась. Говорит, стой, как это, помните, говорит, хвостик, хвостик, что ты делал? Я тебе бежать мешал. Ну вот пусть тебя собаки рвут. Так он наказал себе свою ногу, значит, на этом столпе еще на одной ноге стоял. И кровь застоялась в этой ноге, там, и открылись раны, так, значит, и все. И там, когда уже какие-то завелись, какие-то там эти сам червячки всякие такие, которые в ранах заводятся, когда они уползали с него, он их обратно в ранку сажал. Говорит, ешь то, что Бог тебе дал. Говорит, а тебе нога, значит, смотри, чтобы ты больше не лезла раньше времени никуда. То есть такие, вот понятно это простому человеку? Да какое там понятно? Зуб заболел, уже все, уже жизнь по мерку. Что-нибудь заболело, заохал человек, уже все, уже жизни нет, уже счастье убежало. Любая мелочь, любая какая-то чепуха, значит, все, мы уже расклеились, мы уже страдаем. А это какие-то, понимаешь, непобедимые богатыри, которые вообще жили непонятно. Вот Исаакий тоже, значит, вот явились ему эти. И он взял, и вместо того, чтобы Семен перекреститься успел, этот не успел, поклонился. И они преобразились из светлых противоположных. Откуда-то у них взялись, ну это же духовное все, какие-то дудки, барабаны, какие-то свирели. И он говорит, Исаакий поклонился, Исаакий наш. И стали плясать с ним в этой келье. Плясали, плясали с ним, плясали, в эти дудки дули, в эти бесовские свои, значит, гудеж устроили, такое-то, значит, такое. Это все, это мог никто не слышать, потому что все в духовном мире происходило. Но то, что они его там мучили, это реально, они там мучили в этой келье, значит, потом бросили его, заплясали до смерти. И те, которые жили тогда в монастыре, а тогда еще жил Антоний, Феодосий и все великие отцы, они что-то неладное почуяли, раскопали этот затвор и нашли его пластом лежащим. Не говорит, не ест, не пьет, только дышит. И он пролежал в таком бревнообразном состоянии много лет. Они вот маленького ребенка выхаживали, не заново учили его разговаривать, заново учили его есть с ложки, заново учили его ходить и за ним подтирали и подбирали, как за маленьким ребенком, имели любовь к нему. Выходили, вытащили его, этого бедного Исаакия. И он опять пришел в разум, опять встал на ноги, опять укрепился со временем и стал уже в затвор, потом не пошел сразу, а пошел, значит, посуду мыть, пошел там воду таскать, пошел дрова рубить, пошел работать на братья, а постепенно молился, укреплялся в духе, молился больше, молился сильнее, потом опять в затвор пошел и потом приобрел уже он власть над этими, которые его обманули и там уже Печерский Потерик говорит, что он им потом мстил, мстил духом злым. То есть духи злые его боялись, они помнили, что они его однажды сильно обидели до смерти, а он теперь им имел уже силу мстить и они уже к нему не приближались. А он уже, значит, имел духовную силу такую, чтобы с этими духами сражаться. В общем, это какая-то, значит, жизнь совершенно не нашего покроя. Такое впечатление, что как бы, значит, если с чем-то сравнить, это Гулливер в стране лилипутов, понимаете? То есть как бы мы какие-то лилипуты, вот читаешь и смотришь, читаешь, как это Гулливера какого-то, что он выше тебя ростом, понимаешь, и настолько, что поверить невозможно. Но это и все есть, друзья мои, и вы в этом не сомневайтесь, потому что все, что Церковь нам оставила по части священных этих преданий, историй и житий святых, в этом всем есть великое сокровище. И надо это все читать, изучать, знакомиться, потому что они, эти люди, являются сегодня крепкими молитвенниками за нас, людей последнего времени, слабых чрезвычайно и нуждающихся ежедневно, ежечасно в помощи тех, кто сильнее нас. Сегодня память Кирилла, равноапостольного, того, который был братом Мефодия. Мефодий был самый старший брат, первый по счету, Кирилл был самый последний брат, седьмой по счету, и было семь детей у Солунского воеводы. Этот Кирилл изобрел для нас с вами алфавит. Альфа и Вита – это первые буквы греческого алфавита, а по-нашему азбука, потому что аз и бук – это первые буквы нашего алфавита. То есть дал нам азбуку или алфавит, который называется Кириллица. И мы сегодня умеем читать. Все мы умеем читать, а значит мы можем быть врачами, инженерами, летчиками, философами, поэтами, кем хочешь, потому что у нас есть слово, знания, культура, литература и прочее, прочее, прочее. Кто-то нам это дал, вот нам дал всем это Кирилл, если бы не он, мы бы и так и были бессловесные. Потому что без книжной мудрости нет ничего вечного, великого, высокого и нету глубины проникновения в тайны мира и богообщения тоже невозможно без письменности. Без письменности богообщение вполне даже под вопросом. Когда Бог дал Моисею закон, Он дал ему сразу и письменность. Письменность это кодированное хранилище с сакральной информацией. Вот мы сегодня пишем кириллицей, и сегодня папа нашего алфавита, Кирилл тоже сегодня церковь упоминается. Великий человек. Для нас он совершил такое, что просто даже сравнить нещим. Вот что ты любишь, например, читать? Я люблю вот это, это, а ты что? А я вот это люблю. А я вот это, а я вот это. Все мы, у кого есть любимые книги, у кого есть любимое занятие какое-то культурное. Мы все должники этого святого Кирилла. Тоже нужно помнить о нем, потому что это действительно великий муж. Это святая душа. Его с детства еще называли философом. Его до монашества звали Константин. Константин-философ. Первые слова, кстати говоря, на славянском языке, которые вообще вот нашими буквами написаны, первая самая строчка, написанная нашими буквами, была написана следующая. В начале было слово. Первая строчка Евангелия от Иоанна, это первые слова в истории мира, написанные славянской письменностью, кириллицей. Потому что кириллицу нашу нам придумали и дали именно для того, чтобы мы на нее переложили священные книги и на этом языке имели доступ к священным сокровищам мировым. Понимаете, вот для чего дается людям алфавит. Точно так же для армян Месрок Маштоц придумал свой алфавит именно для того, чтобы армяне на своем языке читали священные книги. Точно так же многие другие народы получили сакральную письменность именно для того, чтобы на ней читать священные откровения Божии. Вот Исаакий Печерский. Его мощи лежат в ближних пещерах Кипчерской лавры. Антониевых сразу, как заходишь туда, в Антониев пещеры, с правой стороны, если идти туда, в сторону Антония, он прямо там первый, рядышком лежит. Он один из отцов-основателей этой лавры. То есть человек, пострадавший от бесов и человек, исцелившийся от этого болезненного воздействия с помощью других святых отцов и впоследствии вернувшийся в духовной жизни и ставший победителем. Моли Бога о нас, преподобный Отче Исааки. В общем, работы много, и интересного много, и радостного много, и есть для чего жить. Если имя Божие сотрется из памяти человеческой, а перспектива вечной жизни уйдет из сознания человеческого, а церковь станет человеку неинтересной, то жизнь человеческая будет такая, каким является яичный белок без соли, абсолютно пресный, не имеющий вкуса. Невкусная жизнь – это жизнь, не посоленная Духом Святым. Ваша же жизнь пусть будет вкусной, посоленной, имейте соль в себе и мир имейте между собою. Христос Господь да прибавит нам год к году, чтобы мы в мире живя, во всех грехах покаялись и исправили жизнь свою. Аминь. Завтра утром в 8 часов утрення, на ней же будет и исповедь, после утренней Божественной Литургии. Пресещайте, желающие причаститься, завтра вас ждет Божественная Литургия. Целуем крест с Богом и ходим по Демокосу. Субтитры создавал DimaTorzok